Давай подпорим, что река станет морем, и осень с весною поменяются вскоре, знаешь. Вот сегодня возьмем ситуацию, да, я сказала отвали. Ты видел мое состояние, то что я эмоционально напряжена, просто сказала тебе отвали. Я не стала с тобой ругаться, я не стала с тобой пререкаться, я просто сказала отвали. То есть на данном этапе отвали, ты видел мое состояние? Ты сидишь, значит ладно, типа я не буду разговаривать, весь такой крутой. Для чего? Ты бы ведь потом ко мне не подошел первый, не сказал бы, Ларка, все прошло? Подожди, тебе опять, чтобы услышать отвали, я уже жду, когда у тебя перебесится, успокоится, придешь сама. Я так и сделаю, я сел себе, ну там я съездил домой, я поделал дела, я пришел, сел в кресло, смотрю телевизор, тут Лара появилась. А, Борь, будем снимать. Вот сам бы первый, ты бы не подошел, просто бы не сказал. Долго ли я держал свое, отвали после того, как ты подошла как-то. Я сказал отвали, а потом уже сижу тебя и слушаю дальше. Просто я заготовил это что-то, когда Ларка, я скажу тоже, отвали. Зачем? Чтобы ты следующий раз так не делал, я тебе не бабушка в подъезде. Нет, да причем тут это, ты мог бы мне просто-напросто сказать, Ларка, я тебя понял. Ты же питал мое эмоциональное состояние. Тогда бы я был бы такой, а ты была бы бабушка, если бы сказал мне, отвали, и сказал бы, да, да, конечно. Нет, можно было промолчать, а потом просто-напросто подойти и сказать, Ларис, Лар, все нормально? Я бы сказала, да, все. У меня нет долгой злости, просто на тот данный момент у меня было отвали. А если бы ты не отвалил, мы могли поругать. Ой, что значит, я как на том месте стоял, ты сказал, отвали, я так и остался там. Нет, мне, мне, честно сказать, все нормально там. Мне, честно сказать, как женщине, охота было, чтобы ты подошел и сказал, все хорошо? Я бы сказала, да. Ну тогда о чем мы сейчас спорили? Мне просто, как женщине, хотелось, может быть, немножко внимания какого-то от тебя. В кино сходили вчера, а сегодня она мне отвали уже начинает. Я просто ждала, что ты подойдешь и скажешь, все нормально? Я бы сказала, да. Это тяжело так сделать. Женщины, вас вообще не поймешь. Мужчины с Марса, женщины с Венеры. Ну вот это тяжелый шаг сделать? Нет, он непонятный абсолютно для меня. Ему неоткуда было взяться в моей голове, понимаешь? Когда мы там своим исадочем что-то там спорили, ругались по рабочим делам. Заходишь ты, я к тебе с своей темой подхожу, ты говоришь, отвали. Я как бы все, оказывается, это было сделано для того, чтобы я подошел и сказал, Марк, что ты должен был сказать? Нет, на тот данный момент ты правильно сделал, что отвалил. Но потом я должен был еще раз подойти. Я так охота была, чтобы ты подошел и сказал, все хорошо. Мне очень охота это было. Я не хочу быть женщиной вообще. Я не заставляю тебя быть женщиной. Нет, просто жить и понимать вот эти вещи нужно. А то иначе она еще обидится. Вот ты не подошел. Ты же видел, что у меня охреново, а ты не подошел. У меня когда охреново, я, ну не знаю, пойду там, ну я в компьютер не играю, ну не знаю, музыку послушаю. На машине покатаюсь. Покурю сигарету. Ты хочешь сказать, что ты, когда у тебя плохое настроение, не переносишь его на другого человека? Нет. Неправда? А как тогда ссоры получаются? Бывает, бывает. Но опять же, для этого недостаточно просто моего плохого настроения. А как ты миришься тогда? Мизинчиками. Вообще, я не люблю, конечно, просить прощения, это всегда тяжело. Но если ты человеку сделал больно, неприятно, то, скотина, давай соберись, подойди как-то обними и признайся в том, что ты был неправ. А иначе, как хранить конфликт в себе, он неправильно. Надо уметь просить прощения, надо просить его. Прости меня сегодня, Боря. Я за слово «отвали». Я только взял себе и сделал пометочку, что она когда придет, надо сказать «отвали». А ты знал, что я вред. А куда ты денешься? Ну да, потому что я была виновна. Мне все равно пришлось подойти, потому что ты мне же нужен. Конечно. Ты тоже оттаешься и встанешь со мной, танцевать по дуной. А когда будем в ссоре, снова поспорь, что река станет боль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова